Привет, ютуба слушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хотел поговорить о газобаллонном оборудовании, о ГБО, и о том, надо ли его регистрировать, то есть вносить в ваш регистрационный документ на транспортное средство при установке его. Как бы время сейчас такое, что многие себе его устанавливают, бензин подорожал, поэтому многие стараются перейти на альтернативный источник топлива, то есть на газ, и таким образом сэкономить. Значит, сотрудники новой полиции, я так знаю, что, так же само как и ГАИ, они требуют, чтобы газ был вписан в свидетельство о регистрации. Значит, ежели это не сделано, то они составляют, насколько я знаю, протокол по статье 121, часть 1, кодекса подмен правового нарушения. Ну, значит, какое мое мнение? Я считаю, что это незаконно и неправильно. Объясню почему. Значит, есть, сейчас тут смотрю, статья 32 закона о дорожном движении. В нем указано, что является переоборудованием транспортного средства. Это изменение марки автомобиля, внесение изменений, там, цвет, кузов, номера кузова, номера шасси, номера двигателя, если они изменятся. Нигде не написано, что альтернативный вид топлива это является переоборудованием. Значит, что хочется сказать, что для того, чтобы определить, правильно ли установлено у вас газовое оборудование, что надо? Надо быть обязательно экспертом, экспертом МВД. Вот те вот эксперты, знаете, каждый, наверное, кто покупал себе машину, они проходили осмотр этих экспертов. Они смотрят, что там соответствует, что не соответствует, чтобы не было перебитых номеров и так далее. Вот эти только эксперты, они могут дать, скажем так, заключение о том, что не соответствует, неправильно установлено газовое оборудование и так далее. Значит, что еще хочется сказать? Что если даже на вас будут составлять протоколы и так далее, то там в протоколе они дают нарушение норм и стандартов. Каких норм и стандартов? Надо обязательно требовать от работника новой полиции, чтобы они указали, какие нормы и стандарты нарушены именно. Что нарушено? Что нарушил человек именно? Ну, какое его нарушение, скажем так? На самом деле они, ну, я думаю, не смогут указать, в чем дело. Еще что хочется сказать, что заметить по поводу этого оборудования. Значит, надо просить, скажем так, вот те, кто вам их устанавливает, вы там платите достаточно, я знаю, большие деньги за это, там и 10 тысяч ривен, и тысячу долларов, и 500, то там сколько платите, я не знаю. Надо, получается, просить от тех, кто его устанавливает, чтобы они установили вам его незаконно. Не чтобы они прорезали дырку сзади в бампере заднем, получается, в накладке этой пластиковой нак, а где-то сделали, чтобы было незаметно. Так же самое эту кнопку, которая в салоне, кто знает, около газовой оборудования, то же самое здесь сделали, чтобы она была незаметна. И таким образом уже изначально сотрудники полиции не смогут увидеть, установлено оно или нет. Ну, по поводу того, что залезть под капот и так далее, это тоже достаточно, скажем так, спорный вопрос. Потому что это фактически является проникновением в вашу собственность. А для этого, для того, чтобы проникнуть в вашу собственность под капот автомобиля, необходимо решение суда. Решение суда по Уголовно-процессуальному кодексу в рамках какого-либо уголовного дела. Просто так никто там смотреть ничего не может. Поэтому вот такие аргументы, надо их знать. Это установка ГБО, еще раз повторюсь, не является переоборудованием. Поэтому определить, является ли она переоборудованием, могут только эксперты со специальным образованием, сертификатами и так далее. Ну, в завершение, что хочу сказать, что глупо, я считаю, мое мнение личное, конечно, тратить там 10-12 тысяч гривен на само это оборудование, не потратить, не постоять чуть-чуть в очереди, не потратить, по-моему, 400 гривен на замену вот этого вот вашего свидетельства о регистрации на транспортное средство. Ну, это мое мнение, скажем так, в завершении. Будут вопросы, пишите под видео, постараюсь ответить. Если видео понравилось вам, знаете, что делать, ставите пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, обязательно смотрите новые видео, чтобы быть в курсе всяких юридических новшеств в нашем государстве. Благодарю за внимание.